Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Здесь я решаю задачи лид-кода. Сегодня задача номер 938. Сумма значений в определенном диапазоне в бинарном дереве поиска. Дан корень бинарного дерева поиска и два целых числа low и high. Вернуть сумму значений элементов дерева, которые находятся в диапазоне от low и high включительно. Давайте это решим. Так как мы имеем дело с деревом, то решать будем рекурсивно. Так как задачи связаны с деревьями, наиболее легко решаются именно рекурсией. Что нам нужно сделать? Мы будем проходить все элементы дерева. И если текущий элемент находится в диапазоне нужных назначений, то будем добавлять его в сумму. Для простоты будем использовать рекурсивно нашу исходную функцию. То есть метод класса range.sum.bc. И возвращать из него искомую сумму. То есть допустим для корня будем возвращать текущее значение, если оно находится в диапазоне. То есть в примере 1 видим, что у нас диапазон 7 из 15, а корень имеет значение 10. То есть значение 10 входит в диапазон. Соответственно возвращаем 10 плюс. Далее вызываем рекурсивно правое и левое значения. То есть левый и правый потомок. Таким образом в итоге вернем исходную сумму. Давайте так и сделаем. Для начала нам нужен базовый случай, когда рекурсия прерывается. В нашем случае наиболее подходящее условие это то, что root пустой. То есть если нет root, то возвращаем пустую сумму, то есть 0. Далее все решение будет в одну строчку. То есть как это выглядит. Возвращаем в копках текущее значение текущего элемента, если это значение находится в диапазоне от low до high. Иначе возвращаем 0. Далее мы должны прибавить рекурсивный вызов. То есть self и эта же функция. Для левой и правой части. То есть left. Диапазон тот же low high. Далее мы должны прибавить рекурсивный вызов. И то же самое для правой части. Right. Где это все решение? Давайте посмотрим. Выполним тесты. Тесты прошли. Решение принято. Оно довольно-таки эффективное, но можно улучшить. В данном случае я не использовал тот факт, что у нас есть бинарное дерево поиска. То есть особенность этого дерева в том, что все правые под деревья меньше текущего значения, все правые больше. То есть в нашем случае мы проверяли абсолютно все ветки и все элементы вне зависимости от того, входят родительский элемент в диапазон или нет. Но в случае, если элемент какой-то, то есть например 1, то есть у нас родительский элемент 10 корень. Он входит в диапазон и мы поэтому проверяем оба под дерево. Но уже в левом под дерево мы видим элемент 5, который не входит в диапазон. По идее нам, как минимум, не надо проверять левое под дерево у пятерки, потому что в любом случае все элементы будут меньше 5. Таким образом можно улучшить условие, чтобы не проверять абсолютно все значения, а отсекать те под деревья, которые явно не попадут под условия. Как это делается? То есть с добавлением нескольких условий. То есть одно из условий будет то, что текущий элемент находится в диапазоне. В этом случае мы явно возвращаем условия. И в этой ветве все похоже как в исходном решении. Но теперь у нас есть следующий вариант, например, когда текущее значение меньше, чем левая граница low. В таком случае нам нужно использовать для решения только правое под дерево. То есть в этом случае возвращаем рекурсивный вызов правого под дерево. Иначе третья ветка это когда текущее значение больше, чем high. В данном случае решение будет находиться в левом под дерево и соответственно возвращаем текущее левое под дерево. Такое решение будет намного эффективней, так как мы отсекаем большое количество элементов, которые явно не подходят под условия. Давайте попробуем выполнить тесты. Тесты по-прежнему работают. Поправляем решение. Решение по-прежнему эффективное. Но теперь даже по графику видно, что наше решение находится ближе к наиболее лучшему. На этом у нас сегодня все. Спасибо за внимание. До следующей встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok